Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег Дебест, и вот подъехала очередная порция военного контента из 453-го королевства. Я сборю найденную мною цель из гильдии Вер. Это английская гильдия, и товарищ стоит без контрразведки. 11 миллионов 780 тысяч солдат, полям у каждого Т-4, суммарно 3 миллиона Т-3 войск и по 2 миллиона стрелков и КВТ-2. Тут очень мало пехоты, относительно других типа войск, и он, конечно, стоит на пехотной фаланге. Я сделал сбор из стрелков, потому что я буду атаковать его не один. Мы будем бить двойным сбором, и первыми зайдут ЗНТ. Они сделали кавалерийский Т-4 сбор. Кстати, цель стоит на военном шмоте, и в конце видео я покажу вам его сет. Т-2 войск там не так уж и много, поэтому мы должны его поджигать сразу первым сбором. Я попросил гильдию ЗНТ кинуть в свой сбор осадку, чтобы они держали таймер, и мы вышли, ну, примерно с интервалом в 5 секунд, чтобы не успели противника перекрепить. Но, к сожалению, они таймер так и не закинули, и скоро выйдет их сбор. А у нас сбор почти полный, мы будем бить с подушкой, не фулл Т-4 стрелками. На какой фаланге, пока что непонятно, это станет известно после удара сбора ЗНТ. Если там останутся Т-4 пехи, то мне придется сменить фалангу на пехотный клин, чтобы стрелки мои стояли квадратом и убивали только два отряда пехоты. Сбор от гильдии ЗНТ уже вышел. Там очень сильный сборщик с имба-героями и оранжевым сетом чемпиона. Он поджигает противника с первого удара, значит там пехота остаться не должно. И я сейчас написал в чат, чтобы ребята ускоряли свои войска по таймеру выхода сбора. Кикаю осадочку, а вот. Ну и скоро сбор должен выходить. Сейчас просканю, гляну сколько пехов там осталось. Пехоты всего лишь 86 тысяч, ну еще немножко в крепе. Кстати, креп успевают обновить, поэтому все-таки я принял решение поставить здесь пехотный клин. Противник 100% находится в оффлайне, потому что вряд ли после неудачного приема первого сбора ему бы захотелось принять еще один. Так ускоряется последний отряд и скоро должен выходить мой сбор. Ставим бонус атаки армии 50%, чтобы убить ему как можно больше кавалеристов. Ударяю и тоже, конечно, поджигаю. Сейчас посмотрим на отчет. Минус 2 миллиона 600 тысяч войск уходит у него в гроб. Ну а пока что открываем следующий сбор из фулл пехоты. Ну и сейчас можно посмотреть на подробный отчетик, что у нас там в боевой сводке. После этого сбора кавалерии там практически не осталось. И я ему отправил больше 800 тысяч тычетвертой кавы в гроб. Кстати, герои на стене довольно неплохие. Три на атаку армии и два на пехоту. Вот он креп. Видите, двое успели вкинуть по 200 тысяч героических бойцов. Потихоньку создаются пехотные сборы и противника начинают перекреплять на Т-4 каву. Делают они все правильно, потому что прекрасно понимают, что мы сейчас будем создавать именно пехотные сборы. Тем более я вообще стою без контрразведки. Не хочу дробить 50% буст атаки армии. Тем более все равно противник находится пока что не в сети. Я вообще сборю довольно редко. Как правило, делаю это только тогда, когда других сборщиков сильнее меня нету в сети. Такая ситуация довольно часто случается. И вот в гильдии ГВТ собрать полный сбор можно практически в любое время. А вот что касаемо гильдии ГВТ, там почему-то вступают только ГГАО. К остальным у многих желания вступать почему-то нету. Хотя вот такие цели вкусные находятся довольно часто. Но вот к сожалению в этот раз нам не повезло и полностью обнулить не удалось. Противник ушел под щит, там остались только одни луки. Сборы распускаются и на этом все закончилось. А вот, то есть получается успели сделать только два сбора. Он принял наши сборы вот на таком вот кавалерийском сете. Теперь немножко контента от ГГАО. Я нашел вот такой вот цель 10 миллионов войск, опять же из гильдии ВЕР. Стоит на пехотной фаланге по 4 миллиона Т2 стрелков и кавалерии. Сборить не вариант. Он съест и стрелковый сбор, и кавалерийский. То есть можно пробить только в несколько сборов. А время было довольно позднее, поэтому ГГАО решил обнулить его в соло. Делая атаки из Т2 плюс Т3 кавалеристов. Даже сам никнейм противника просит о том, чтобы его били в соло. Видите? Солоу ми плиз. То есть ему повезло. От каждой атаки он проседает примерно на 1 миллион силы. То есть, судя по всему, стоит на полной ферме шмот там на добычу золота. Таланты, я так понимаю, тоже фермерские. Прилетел его сагильдеец. Кидает креп, что довольно странно. В этой ситуации нужно кидать фарпост. А он зачем-то кинул туда Т4 стрелков. Как потом сказал ГАО. Вот, ГАО сделал несколько атак и теперь, похоже, пошел отхиливать больницы. В больницу идут Т3 войска, а Т2 идут в гроб. Потому что Т1 у него закончились, и ему приходится вместо подушки использовать Т2. Т2 ему, по сути, не нужны. Когда он сборит, он использует всегда фулл Т4. Т4 войску ГАО просто дофига. Но они очень дорогие, и отхиливать их очень невыгодно. Поэтому для соло-атак, все-таки, он использует Т3. К сожалению, этого игрока довольно быстро разбудили, и он ушел под щит. На этом все закончилось. Хотя было бы интересно смотреть, как ГАО дальше бы продолжал его обнулять в соло. Ну ладно, тут есть кое-что поинтереснее. Я нашел игрока, стоящего без щита, с 4 миллионами войск. Отчет разведки вы можете увидеть на превьюшке данного видео. 291 миллион силы. Снимал, кстати, я с планшета, и как вы видите, на него уже начали сбор СГМы, наши противники. Но я быстренько кинул коры ГАО, и ГАО полетел бить его в соло. И первой же атакой он поджигает эту цель. ГАО, в отличие от меня, всегда ходит в фулл Т4 без подушки. И смотрите, он успевает атаковать, и еще ручки прожимает. Это, конечно, прикольно. Я вот никогда ручки не прожимаю, когда какой-то ответственный момент. То есть нужно засборить, или тем более протачить в соло. То есть тут решают считанные секунды, а вот тем более здесь противники могут застилить оставшиеся войска. Сбор у них скоро выйдет. Там, ну, примерно минуты полторы. И за полторы минуты ГАО должен полностью его обнулить и поймать лидера. А то будет очень печально. Вот такой вот стрелковый сет. Значит, ГАО первые атаки делает из героических канониров. На этом у меня все. Досматривайте видео до конца. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok